125 граммов надежды. В Йошкарале прошла акция «Блокадный хлеб». Ее провели сотрудники регионального министерства спорта и молодежной политики в честь 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Напомню, осада города на Неве длилась 900 дней и ночей. По последним данным, в городе погибли полтора миллиона человек. В основном от голода и холода. В рамках акции, прошедшей возле вечного огня, волонтеры напомнили горожанам об истории освобождения Ленинграда и разделили символ акции – кусочек ржаного хлеба весом 125 граммов. Рецепт «Блокадного хлеба», который создали в Центральной лаборатории, менялся в зависимости от того, что было в Ленинграде на тот момент. В ход шла мука самого грубого помола, мучная пыль, овес, пищевая целлюлоза. Сегодня в рамках акции «Блокадный хлеб» на одном из предприятий, что расположено в селе Кузнецово, выпекли 75 буханок хлеба. Того, который сейчас можно купить в магазине. И важен был совсем не состав. 75 буханок – это 300 пайков, вес каждого – 125 граммов. Ключевым символом всероссийской акции памяти «Блокадного хлеба» является кусочек хлеба весом 125 грамм. Именно таким минимальным нормам выдавали хлеб на одного человека в день. И тем не менее, эти скромные кусочки позволили ленинградцам выстоять, пережить осаду города, длившуюся почти 900 дней, и победить. В Ишкарале инициатором акции «Блокадный хлеб» выступило Министерство молодежной политики, спорта и туризма. Кусочек ржаного хлеба ишкаралинцы получили возле вечного огня – еще одного символа победы. Сегодня мы участвуем в акции «Блокадный хлеб». Мы раздаем хлеб, показываем его массу, как тяжело было людям в блокадном Ленинграде. Мы помним этот подвиг. По официальным данным, во время блокады погибли 630 тысяч человек. На деле жертв в разы больше – полтора миллиона. Для многих из горожан эта акция стала поводом еще раз вспомнить о тех событиях. Валентин Михайлович провел в Ленинграде один месяц. Был эвакуирован из города в трехлетнем возрасте. Первый же день блокады Ленинграда, когда началась бомбежка, то очень много погибло детей. Счастье мое, что я остался живой. Мне уже 83 года, поэтому блокада запомнилась тем, ну я же маленький был ведь, но она значима тем, что мы прожили тот период и остались живы. А что вы спрашиваете, надо ли это? Я считаю, обязательно надо, потому что, чтобы наше поколение молодое уже воспитывалось на тех, всех, что было, и знали, что такое блокада Ленинграда, что такое вообще война, и как героически сражался наш народ. Почти две тысячи жителей нашей республики приняли участие в освобождении Ленинграда. Каждый десятый, не считая бойцов, которые покоятся в братских могилах, захоронен на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга. Еще в сентябре прошлого года там открыли мемориальную плиту уроженцам Мариел. Аллея памяти на Пискаревском кладбище появилась и в 2003 году. В камне увековечена память всех защитников Ленинграда. Плита республики Мариел стала 107-й. В наших планах было установление этой мемориальной доски ближе к Великой Победе. Ну, в силу известных обстоятельств мы перенесли на сегодняшний день. От инициативы до его осуществления, надо сказать, что это все было организовано, несмотря на расстояние, несмотря на особые условия, в которых находилась вся страна, все было организовано замечательно и вовремя. Всего на фронт из Мариел было призвано более 140 тысяч человек. Часть из них до сих пор числится пропавшими без вести. Искать и откапывать из земли останки павших солдат, их оружие и медальоны и вновь продолжать поиски. По такому принципу живут бойцы студенческого поискового отряда «Воскресенье». За их плечами ни одна экспедиция, и в том числе в Ленинградскую область. Цель нашей поездки – найти как можно больше солдат, установить их имена. Для музея мы привозим различные экспонаты, личные вещи, ложки, котелки. Котелок иногда может быть и подписан. Если удается найти родственников этого котелка, то, конечно же, передаем. Вспомнить всех, кто ушел, и выразить уважение людям, победившим смерть. Это, пожалуй, главные цели акции «Блокадный хлеб». Она в эти дни проходит во всех районах республики. Продолжение следует...